Добрый день, дорогие друзья! Итак, в эфире передача Якутск Сегодня. С вами её ведущая, я Ольга Голдобина. Хорошего дня всем, друзья мои! И представляю вам нашу гостью. Это заведующий Республиканского сурдологического центра Республиканской больницы номер один Национального центра медицины Именно Михаила Ефимовича Николаева. Главный внештатный сурдолог Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия Ильина Надежда Романовна. Добрый день, Надежда Романовна! Добрый день! Спасибо огромное, что вы к нам пришли, откликнулись на наше приглашение. И сегодня мы заденем очень интересную тему. Тему слухопротезирования, снижения слуха. В простонародье говоря, где-то даже глухоту, наверное. И, конечно же, я с радостью задаю вам первый вопрос. Насущный вопрос, на самом деле, без которого, я думаю, что мы жить не можем. С возрастом у нас у всех происходит снижение слуха. Это правда? Ну, не 100%, но, конечно же, есть такой диагноз даже. При СБИКУ здесь имеются, конечно, и возрастные изменения. У многих. Но не у всех. Но не у всех. И вот мы с детства слышим о том, что слуховой аппарат – это плохо. Что будешь носить слуховой аппарат, будешь глухнуть дальше. Ну, вот я лично как человек понимаю, что наука не стоит на месте. Может быть, вы нам об этом тоже расскажете. Да, конечно, такой миф действительно существует, что если носить слуховые аппараты, обязательно идёт слух к снижению. Но это совершенно не так. Просто если по-простому объяснить, то если человек привыкает к лучшему, хорошему, слабосыщащий человек, когда носит постоянно слуховой аппарат, когда он перед сном снимает слуховой аппарат, то, естественно, он думает, что плохо начал слышать. Ну, то есть прогрессирование слуха. Но это на самом деле не так. Это научно доказано. И когда аудиометрию делаем, всё равно на одном и том же уровне стоит. Если, конечно же, прогрессированию какая-нибудь другая причина не воздействовала. Вот мы говорим слуховой аппарат. Многие люди знают о том, что да, есть слуховые аппараты, и их кто-то хочет носить, кто-то не хочет носить. Но какой врач решает, надо ли носить слуховой аппарат и правильно ли это в данном контексте и у данного человека? Ну, слуховой аппарат, ну, любой человек, не должен сам просто в магазине или в медтехниках покупать. Это, конечно же, неправильно. Любой словосыщущий человек, если даже подозревает, что он плохо слышит, такая неразборчивость восприятия речи, то он должен обратиться к своему лор-врачу. Сначала в поликлинику по месту жительства. У каждого человека есть своя прикреплённая поликлиника, относящаяся. И он, лор-врач, вот на приёме, конечно же, проверяет слух на своём уровне, то есть как оториноларинголог, разговорная речь, шёпотная речь, есть так называемые проверки слуха. И на этом основании, после этой проверки, уже если есть показания, направляет к сурдологу по записи в медцентр. Наша республиканская больница номер один, национальный центр медицины, там при НЦМ есть республиканский сурдологопедический центр. То есть там сурдологический центр, там много врачей-сурдологов. Проводим обследования, все обследования. Обследований очень много. Это не только одна аудиометрия. Аудиометрия – это, конечно же, золотой стандарт, можно сказать, проверка слуха. Ну и давление уха есть такое понятие. Проще, если говорить, то это всё надо обследовать. Потом, после всех обследований, уже человек может носить слуховой аппарат. Без слухового аппарата может обойтись. Уже после этого всех обследований решаем. Уважаемые телезрители, уважаемые наши радиослушатели, подытожим то, что мы сейчас услышали. То есть не вы лично можете просто взять и решить, что вам нужен слуховой аппарат. Ни терапевт, ни лор-врач. Есть такой врач, который называется сурдолог. Так, вот к этому врачу вы можете попасть на обследование и на лечение после того, как обратитесь к своему лор-врачу. И он даст непосредственно вам направление. Пожалуйста. Это очень важный момент. И недаром мы решили провести такую передачу. Наступили холода. И все наши простудные заболевания. Надежда Романовна, откуда это вообще может возникнуть? Лично я знаю, что от простуды простуда может как-то негативно сказаться на процессе восприятия звука. Какие еще моменты могут возникнуть в жизни человека, которые могут привести? Ну, простудные воспалительные заболевания, это, конечно же, у нас и действует наше климатогеографическое положение наше. Это так называемое именно воспалительными изменениями в барабанной перепонке, можно сказать. Это, получается, могут быть атиты. То есть все мы знаем, когда ухо болит, это, можно сказать, средние атиты. Если средний атит, то это уже кондуктивная тугоухость. Конечно же, у нас тугоухости, это сенсоневральная тугоухость, кондуктивная, смешанная тугоухость. Формы тугоухости такие есть. Помимо воспалительных заболеваний, атотоксические препараты, аминогеликозиты, могут подействовать на слух. Те же признаки, возрастные признаки могут действовать. Травмы различные. Вот шумное производство, да? Акустические травмы, конечно. Сейчас у нас очень много стало пациентов с акустическими травмами. Это, конечно же, связано со специальной военной операцией. Охотников много? Ну, и охотники, да, акустических травм очень много стало в последнее время. То есть вот если человек водитель автобуса, большой машины, даже вот у нас же есть, как в простонародье говорят, буханка, да, там вот санитарка, вот такая машина, да, честно говоря, я не очень знаю, как она называется правильно. Вот. Но это же машины, когда надо, всё время какой-то стук происходит. Как вот эти звуки влияют на снижение слуха? Ну, если постоянно фоновый шум, если постоянно средние шумы, конечно же, не всегда влияют. Большие шумы, можно сказать, это можно отнести самолёт, например. По децибелам подразделяются вообще звуки. И если, конечно, звук, шум громкий, то это, конечно, напрямую будет влиять на слух. Поэтому и лётчики, и те, которые работают на больших машинах, не на буханках, а, ну, грубо говоря, там на КамАЗах, конечно же, они определённый осмотр, медосмотр должны ежегодно пройти. Естественно, прогрессирование слуха может быть. Друзья мои, напоминаю, что у нас в студии есть два телефончика 32 00 66, 32 11 66, по которым вы можете позвонить к нам в студию и задать вопрос нашему потрясающему гостю. Сегодня в гостях у нас заведующая Республиканского сурдологического центра Республиканской больницы номер один Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева, главный внештатный сурдолог Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия Ильина Надежда Романовна. Звоните, задавайте вопросы. Счастливая случайность получить ответ на то, что вас беспокоит и волнует. А тем временем мы продолжаем. Скажите, пожалуйста, вот у нас есть, ну, я чаще вижу детей таких, да, вот у них как будто вот на голове как будто вот вживлённый слуховой аппарат. Что это, как это называется и в каких ситуациях это применяется? Ну, слухопротезирование, да, если так скажем, есть слуховые аппараты, есть кахлярный имплант, есть слуховые аппараты костной проводимости. Слуховые аппараты, ну, немножко остановимся на слуховых аппаратах, потом объясню, что такое вот вживляемый, как говорите, да. Есть слуховые аппараты, которые... Надежда Комановна, извините, я вынуждена вас прервать. К нам звоночек. Будьте добры, надевайте наушнички. Ага. Добрый день, мы внимательно слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Может ли человек в один момент стать тугоухим? Вот, например, я вот позавчера начало гудеть в уши. Ух, ага. И потом вот это... Как его... Я думал, серная пробка к лору обратил, в палатную там промывку сделали. Ну, он сказал, что там у меня вена согнулся. Или как-то... Ну, Надежда Романовна, слушаем ваш ответ. Спасибо за вопрос. Можно сказать, вопрос очень многим зрителям, наверное, будет интересным, потому что есть форма тугоухости, я вам сказала, да, есть сенсоневральная тугоухость. Самая основная, больший процент это сенсоневральная тугоухость. Сенсоневральная тугоухость бывает хроническим и острым. Возможно, у вас, опять же таки, без обследования я не могу сказать, что у вас точно там острая сенсоневральная тугоухость, но если серную пробку промыли и у вас резко пропал слух и не восстановился, да, после промывания серной пробки, то я вам говорю, что надо будет срочно записаться к сурдологу. Надо будет подойти повторно к своему лор-врачу, чтобы он записал вас по программе РТМИСТ. Есть у нас по всей республике программа РТМИСТ. Все лор-врачи, педиатры, терапевты, ну, первичное звено, все знают об этом. По этой программе записывает лор-врач вас сразу же автоматически к сурдологу. У меня сразу же вопрос, извиняюсь. Если человек сходил в платную клинику, вот там он промыл свое ушко, где может ли он найти в городе услуги платного сурдолога и будет ли вот это вот обследование являться действительным, чтобы дальше предпринимать какие-то действия? Ну, действительным конечно может являться, потому что это все врач посмотрел и, конечно, есть платные услуги, везде частные клиники есть, но на моей памяти нету именно кто сурдолог. Мы единственный республиканский сурдологический центр, где полное обследование слуха могут вам сделать, но это по нашей республике. и вот слушателю хочу сказать, что приострая сенциневральная тугоухость можно сказать, ну, грубо говоря, до 10 дней длится. Поэтому, пожалуйста, завтра же идите к своему лор-врачу. Если это действительно острое состояние, то можно слух восстановить. если переходит в хроническую форму, то, к сожалению, мы только реабилитация. Реабилитация это у нас основная это слуховые аппараты. Так что, да, надо будет обратиться. То есть не дожидаться, а вдруг мне станет легче, а давайте вот я подумаю, да, то есть если резкое снижение, не постепенное, то сразу надо обратиться к врачу. А платные сурдологи у нас вот в каких клиниках вот может быть вы обладаете такой информацией, чтобы людям вот сократить их время, потому что все равно я думаю, ну я думаю так не одна, как я думаю, да, потому что когда я готовилась к передаче, я все-таки попыталась промониторить этот вопрос. Запись к сурдологам в медцентр бесплатная, она долгая, да? Ну, я бы не сказала сейчас максимум неделя, сейчас я вот сегодня расписание свое смотрела, на следующей неделе запись свободная, например. Уважаемые тележители. бывает, конечно, что очередь долгая, но все равно, если это не острое состояние, то это плановое обследование. По записи спокойно надо дольше. Вот это ожидание, оно дольше проходит. Уважаемые телезрители, успевайте, есть такая прекрасная возможность. У нас очень хороший медицинский центр, и там оборудование потрясающее, там лучшие врачи, вы, пожалуйста, обращайтесь, не забывайте, что здоровье это самое главное, что у нас с вами сейчас есть, и вообще, что есть в жизни любого из нас. Поэтому, пожалуйста, думайте о завтрашнем дне, не оставляйте на послезавтра. Хорошо? Воспользуйтесь ситуацией и обратитесь к врачу. Надежда Романовна, вот я извиняюсь, у нас немножечко времени, как и в любой передаче, у нас есть реклама, да, это нормально. Вот немножечко времени у нас остается. Давайте затронем тему кахиллярной имплантации. Кахиллярная имплантация. Да, вот я не специалист, но вот выговорить довольно сложно. Ну, кахиллярная имплантация это комплекс мероприятий. Это не только операция, но целый комплекс. Это подбор пациентов, показания кахиллярной имплантации это глухота и тяжелая степень это четвертая степень тугоухости. Если есть показания, очень много анализов оперечни сдают пациенты и уже кахиллярная имплантация в итоге, грубо говоря, оперативное лечение глухоты. После операции важнейшей составной частью всего комплекса мероприятий является послеоперационная слухоречевая реабилитация. Это основное. без мёни возможно достичь оптимального результата формирования и развития навыков естественного слухоречевого поведения. Но реабилитация это самое главное. Все мы должны понимать и родители, главные родители. То есть получается, что в основном это дети? Да, в основном дети, но и взрослые пациенты. А до какого возраста тогда? Самый эффективный возраст считается до года. До года операцию мы должны сделать и уже реабилитировать ребёнка. Но конечно же у нас есть и 70-летние, конечно, все хотят слушать. Как и повторюсь, это оперативное лечение глухоты по показаниям. Но главная цель курса реабилитации после кохлеарной имплантации это обучить ребёнка именно воспринимать и понимать звуковые сигналы. Как речевые и так и неречевые. Ну получается тут участие много ну участие команды потребуется. Это и не только аудиологи, то есть сурдологи, да, это и логопеды, сурдопедагоги, психологи, психотерапевты в нашем случае. И конечно же родители. От родителей очень многое зависит, не только от родителей, от самих пациентов можно сказать, да, потому что они вдвойне должны заниматься не только в реабилитационных центрах, учителя-дефектологи, сурдопедагоги, логопеды заниматься, но и дома. Постоянные реабилитационные занятия нужны, чтобы ребёнок, ну, грубо говоря, до года, если прооперировали, чтобы ребёнок пошёл в массовую школу. Но это на самом деле очень здорово, когда идёт со сверстниками в массовую школу. То есть это уже от реабилитации зависит. То есть он попадает у нас в социум, развивается наравне со всеми, он не чувствует, что он не такой, как все, да, и для него вот этот вот кахиллярный имплант является частью его жизни, которая, в принципе, ну, не энергоёмка, то есть вот ему не надо постоянно беспокоиться, или он просто бегает, он забывает обо всём. Кахиллярный имплант состоит из двух частей. Внутренний это электрод, который во внутреннее ухо вживляет, говорили, и за ухом тоже внешний. Это называется речевой процессор, которые как так же, такие же, как слуховые аппараты. Ну, и их надо менять раз в пять лет. Замена речевых процессоров называется. Конечно, настраивается. Спустя три-четыре недели после операции подключение происходит. То есть после операции подключают через месяц. Вот тогда, конечно же, ребёнок, ну, не ребёнок, вообще пациент, слышит звуки, но пока разборчивости, восприятия, речи нет. поэтому для этого и занятия нужны постоянные, ежедневные занятия с родителями, с педагогами. Это замечательно. Ну, вот сейчас, друзья мои, мы скоро уходим на рекламу. Я ещё раз хочу напомнить вам, что у нас есть номера телефонов 32-00-66 и 32-11-66. И после рекламы мы будем ждать ваши звонки и готовы будем ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, продумайте, что вы хотите узнать, какой вопрос хотите задать, и Надежда Романовна с великой радостью ответит на ваши, на все ваши вопросы. А пока мы уходим на рекламу. Добрый день, дорогие друзья. Итак, в эфире Якутск сегодня. Спешу напомнить вам, что у нас сегодня в гостях заведующая республиканского сурдологического центра Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины именно имени Михаила Ефимовича Николаева, главный внештатный сурдолог Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия Ильина Надежда Романовна. Ну, давайте после рекламы еще расскажем друг другу. Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья мои, еще вот спешу опять же напомнить вам, что у нас в студии есть два номера телефона, по которым вы можете к нам обратиться со своим вопросом. 32 00 66 и 32 11 66. Передача у нас идет на тему слухопротезирования, снижения слуха. Итак, Надежда Романовна, давайте продолжим. И у нас в студии снова телефон, у нас снова вопрос. Надевайте, пожалуйста, наушнички. Добрый день, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела спросить, как можно лор-врачу записаться? Знаете, я второй год ношу аппарат слуховой, но у меня аппарат такой гудит, как будто там ветер, и вечером у меня голова пухнет от этого шума. Кому мне надо обращаться по этому поводу? Спасибо за вопрос. Но опять же, повторюсь, это обязательно надо к своему лор-врачу, то есть прикрепленную поликлинику по месту жительства. Лор-врач по программе РТМИ записывает к сурдологу. После обследований, все равно, если вы два года назад приобретали слуховой аппарат, обязательно нужно будет проверить слух, и на основании этих обследований надо будет настроить слуховые аппараты. Это, конечно же, надо уточнить, где вы приобретали, и так далее. В общем, все равно после обследований может быть у вас снижение слуха произошло за два года, тогда уже абсолютно другая настройка нужна будет. И гудит, это от настройки тоже многое зависит, поэтому где приобретали, там можете сразу туда обратиться и планово записаться уже к сурдологу. И еще есть один момент, есть в слуховых аппаратах вкладыши, так называемые. От вкладыша тоже очень многое зависит. Если сильно гудит, такой свист, гул постоянный, от этого даже голова, если у вас болит, то надо делать индивидуальные вкладыши, то есть слепки. По индивидуальному слепку именно делаются индивидуальные вкладыши, удобные по вашему размеру слухового прохода. Мы ответили на ваш вопрос, вы нас слышите? Судя по всему, вчера человек все задал вопрос, судя по всему, ответ был полным, довольно поэтапно. Я смотрю, вы принесли такую красивую штучку. Это модели слуховых аппаратов, это макеты. Надо показать, поднять, поднять, поднять. Есть слуховые аппараты разные, конечно же, есть аналоговые слуховые аппараты, есть цифровые слуховые аппараты. Я сейчас объясню проще, можно сказать. Есть аналоговые слуховые аппараты, это, грубо говоря, как микрофон все увеличивает. Гудит там холодильник, если кто-то там разговаривает, одновременно все увеличивает, за счет этого такой хорошей разборчивости восприятия речи нет. Есть цифровые аппараты, которые именно с функцией выделения речи, которые выделяют разговорную речь, погашают вот эти посторонние шумы. Если по моделям показать, многие молодые люди стесняются. Больше таким пациентам можно рекомендовать аппараты именно внутри канальные, внутри ушные. Это самые минимальные, даже называется в народе невидимки. Опять же делаются по слепку, и они маленькие, вставляются в наружный слуховой проход, так как они индивидуально сделаны, очень комфортно по слепку сделаны. Но это может кто стесняется носить аппараты. Носить аппараты не надо стесняться, это основная реабилитация. И есть заушные аппараты, заушных аппаратов тоже много, такие огромные, ну не огромные, а большие такие заушные, есть такие миниатюрненькие, с тонкой лесочкой есть, с такими стандартными есть. Я про индивидуальные вкладыши вот говорила, вот они так выглядят, если показать, вот это именно по слепку сделаны индивидуальные вкладыши. Ага, еще раз можете повторить, пожалуйста? Медцентр Га сразу направление того, хрустарабит то. Ага, медцентр Га направление того, хайдах тасрулубат, тагоди таргембирь, программа вар специальной, ола разработанной, ола нангембирь, поликлиника гадсок пола и тагатта, или хайдах улустан и джагатту. Ага, ну, если даже улустная прописка, да, по фактическому проживанию временное прикрепление должны делать поликлиники и все равно если лор-врача нету в поликлинике, то через терапевта можно записаться. Если там прямо острое состояние у пациентки, да, тогда, конечно, можете уже обратиться, если, ну, грубо говоря, вы вчера потеряли слух, если острое состояние. А так, это, конечно же, плановые обседования, поэтому по плану записываемся. Ну, Надежда Романовна, у меня вот сейчас все-таки еще один такой, ну, вернее, мы вернемся к этой теме, да, к теме простудных заболеваний, как они влияют на снижение слуха. Все-таки зима у нас суровая. Давайте мы как-то пошире об этом побольше нам расскажете. Ну, многие живут... Да, я извиняюсь, многие переносят простуду на ногах или занимаются самолечением простуды. Простуды это вирусные инфекции, имеете в виду. Ну, вирусные инфекции, я как ранее говорила, занимают больший процент именно к снижению слуха. Это некондуктивная тугоухость будет. если вирусные инфекции, то, конечно же, любой тот же ковид, тот же ОРВИ, ОРЗ, все вирусные инфекции могут влиять на слуховой нерв. И когда слуховой нерв повреждается, то он не восстанавливается. То есть приобретает очень быстро хроническую форму, переходит в хроническую. От острой переходит в подострую форму. То, что я рассказала, 10 дней, это острое состояние. Подострое это 3 месяца. Потом уже очень быстро переходит в хроническую форму. При хронической сенсоневральной тугоухости, к сожалению, именно такого лечения нету. Поэтому только поддерживающее профилактическое лечение, конечно же, мы назначаем. Лечение это поддерживать микросиркуляцию внутреннего уха, поэтому это сосудистая терапия, ноотропная, нейрометаболическая терапия. Один раз в год или два раза могут через своего терапевта по месту жительства получить такой курс. Это чтобы прогрессирование слуха не было. Слуха не было. Опять звоночек, очень приятно. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здорово, дорог. Здравствуйте. Здравствуйте. Истеки. Угу. Истеки. Угу. Я не знаю, что я не знаю. Я думаю, что это снижение слуха обратной дороги не есть. Чудо не произойдёт, да? Его надо только стараться удержать, чтобы не было активного прогрессирования негативного такого, да? Стресс тоже влияет, конечно же, на прогрессирование слуха. Поэтому это не только вирусные инфекции, это и травмы, акустические травмы, атотоксические препараты. И помимо этого, вот наши стрессы, накопленные нами стрессы, да? Я вот тоже готовилась когда к передаче, посмотрела о том, какие есть высокотехнологичные слуховые цифровые аппараты, которые могут даже работать как наушники. Ну, слуховые аппараты подразделяются по каналам, которые цифровые, про которые я рассказала. Есть аналоговые, есть цифровые. Цифровые слуховые аппараты, именно, ну, чем больше каналов, тем лучше аппарат именно выделяет разговорную речь. Можно сказать, что они сделаны более ближе к родному уху. Поэтому они мягче по звучанию, более чётче человек, разборчивее слышит. Конечно же, один минус – это высокие цены, я бы сказала. Конечно, это, ну, микро, подбираются индивидуально на компьютеры, именно под ваш спад слуха. Обязательно индивидуальный подбор должен быть. Если, естественно, если бинауральный спад, то есть снижение слуха идёт на два уха, то разборчивость будет… Только при наречии… При бинауральном слухопротезировании. При двух аппаратах, да. И это нужно не только для разборчивости речи, но и для локализации. Откуда звук идёт, это очень важно. То есть, чтобы определять, как бы, откуда… Направление звуковой умы, скажем, вот так, да? Да. Ну, просто, если проще выражаться. Вот. А как вот в этих аппаратах, на ваш взгляд, могут ли дети учиться музыке? Можно ли спокойно заниматься спортом? Когда вот у нас есть снижение слуха, может ли ребёнок заниматься, ну, или взрослый человек заниматься спортом? Вот эти физические нагрузки, они как влияют на снижение слуха? Ну, на снижение слуха физические упражнения не влияют. Даже есть адаптивная физкультура, но спортом занимаются. Есть сортолимпийские игры. Сортолимпийские игры. Ну, штанги именно инвалидам имеются в виду соматическими заболеваниями. Ну, я бы не посоветовала. Но именно на прямое воздействие на слух такого нету. Но, конечно же, в бассейн, естественно, нельзя, потому что это, ну, микрокомпьютер. Конечно, там заржавеет всё, ничего не останется. Я вынуждена вас прервать, извините. У нас опять звоночек. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это не про то, что сейчас сегодня говорили. Кохлеарная, не кохлеарная имплантация этой операции. Такую операцию можно сделать, да, если у вас хронический средний отит, то есть перфорация барабанной перепонки. Да. Ну, если проще говорить, то искусственную барабанную перепонку делают. Если сопутствующих заболеваний нету, то, конечно, через лор врача надо обследовать и обратиться к нам после обследования слуха к атохирургу. Атохирург уже решит. Атохирург у нас принимает в республиканской больнице номер 2. И, конечно же, можно сделать в нашей республике операцию, называется, кимпанопластика. Да. Тогда улучшение слуха и обострение отитов, конечно же, прекратятся. Слышно нас, да? Хорошо, спасибо большое. Полный ответ такой, очень понятно всё. И я надеюсь, что человек, который к нам позвонил, естественно, остался доволен ответом. Мы прервались на теме... Аппаратов? Да. По возможностям слуховых аппаратов. Вот как их можно... Ну, это понятно, в бассейн никак, да? В душевую кабину тоже. Потому что это же компьютер, на самом деле. Раз это цифровая вещь, это компьютер, который работает, я так понимаю, с корой головного мозга. Ну, грубо говоря, да? Как это правильно объяснить человеку на обычном языке? Что, к чему приведёт слуховой аппарат в процессе полноценного использования и полноценного ношения слухового аппарата? Какой будет результат? Слуховые аппараты носить надо постоянно. Это как второе ухо, да? Это слухопротез такой. Надо адаптироваться, естественно, постепенно надо адаптироваться, привыкать. Привыкание, когда первый раз будете носить слуховой аппарат, естественно, такого вау-эффекта редко когда бывает, потому что это ко всему надо привыкать. Не только слуховым аппаратом, но и кохлеарной имплантацией. Ну, зубы ставим, очки надеваем, и то мы привыкаем. Да, это такой же слухопротез. Да и в наружный слуховой проход даже то, что есть вкладыш, даже если не индивидуальный, то стандартный вкладыш, всё равно дискомфорт будет. Но это по первости. Потом, если привыкнуть, адаптироваться, то постоянно надо носить. Естественно, перед спортом, ну, набег, например, всё равно пот выделяется и так далее. Лучше снять, положить, потом опять сразу на ночь снимать. В остальное время надо носить постоянно, чтобы речь постоянно чёткая, разборчивая у вас была. Друзья мои, наша передача подходит к концу. Надежда Романовна, огромное спасибо, что вы уделили нам время, смогли к нам прийти. И вот для наших телезрителей и радиослушателей несколько добрых слов перед окончанием нашего эфира. Ну, спасибо, что были с нами, спасибо, что задавали вопросы интересные. Надеюсь, полностью ответила на вопросы. Желаю вам всем здоровья, всех благ. Друзья мои, будьте с нами, смотрите передачу Якутск сегодня. У нас очень много интересных различного уровня проектов, из которых вы узнаете как можно больше интересных вещей, что происходит в нашем городе, в нашей республике, какие люди у нас есть. Я желаю вам здоровья, счастья, любви, благополучия. Пусть у вас всё будет просто, замечательно. Будьте здоровы!